Теперь переходим к поздним эффектам, как липидный компонент может отразиться на здоровье человека на протяжении всей его жизни. Слово предоставляется профессору Булатовой Елене Марковне. Пожалуйста, Еленарко. Спасибо. Если можно, я тоже только с этой стороны встану. Глубоко уважаемые коллеги, я очень благодарна за возможность выступить с таким докладом, хотя это не очень привычно говорить на нашей педиатрической конференции о проблемах питания взрослого человека. Но, наверное, предыдущие симпозиумы дали нам в определенном плане карт-бланш, потому что действительно избыточная масса тела, ожирение, аллергия, сегодня болезни века, эпидемия. Поэтому мы, наверное, можем немножечко подумать о взрослых тоже. Тем более, что родителями наших детей с избыточной массой тела являются женщины. Дорогие коллеги, я, конечно, намного, моя ситуация намного упрощена после прекрасных докладов предшествующих докладчиков. Я очень коротко вам только напомню, что у нас вся классификация жиров делится на простые жиры, омыляемые. И резервный жир – это простой жир, прежде всего триглицериды – структурный жир, фосфолипиды и сложные остальные жиры. Наверное, быстро пролистну эти слайды, потому что прекрасно было сказано и о роли липидов для мозга, о том, что действительно в мозге составляют липиды свыше 60% у взрослого человека, 35% приходится на длинно-цепочные жирные кислоты, и основной полинасыщенной жирной кислотой является архидоновая кислота. Но в функциональном отношении докозагексоеновая кислота составляет именно высокоактивный компонент мембран, синапсов, фоторецепторов. Об этом прекрасно было сказано в предыдущих докладах. Липиды клеточных мембран, безусловно, сегодня мы это знаем точно, кстати говоря, 30 лет назад все думали, что именно белки, и только белки определяют функциональную активность мембран. Сегодня мы знаем, что в большей мере это фосфолипиды. Вот этот двойной фосфолипидный слой, сложный, где у фосфолипидов есть вот такие длинные цепи, которые определяют пластичность, текучесть, другие электрофизиологические свойства. И, как мы сегодня знаем, еще и возможность мембраны, их, так сказать, генетические аспекты деятельности. Нейромедиаторы тоже зависят от того, каково соотношение в мембранах количество полинасыщенных жирных кислот и, например, холестерола. Если говорить о составе тела человека, не мозги, а других, так сказать, аспектах, то посмотрите, это, может быть, нам полезно будет для понимания того, как строить свой рацион. Насыщенные жирные кислоты составляют примерно треть всех жиров нашего организма. Ненасыщенные – 66%. Из них 9% составляет полинасыщенная жирная кислота, причем омега-6. Омега-3 жирная кислота, очень важная, мы о ней будем тоже говорить, она практически не накапливается в человеческом теле, выполняет свои функции, очень важные, и, так сказать, метаболизируется. Полинасыщенные жирные кислоты – предшественники экозоноидов. Я уже говорила, что арахидоновая кислота здесь является определяющей. И, конечно, результатом метаболизации полинасыщенных жирных кислот является выработка лейкотреенов, просто галандинов, то есть экозоноидов, не очень важных веществ, от баланса которых зависит наше самочувствие, здоровье. От этого именно зависит баланс воспалительных и провоспалительных компонентов в нашем организме. И вот оказывается, что питанием мы можем с вами воздействовать на это все. Надо сказать, что вот в предыдущем симпозиуме профессор Хашки говорил вещи чрезвычайно важные в том плане, что действительно трудно анализировать питание и здоровье. Это действительно большая проблема. Но, тем не менее, вот такие серьезные когортные исследования, когда почти тысячи мужчин и женщин без признаков деменции длительно наблюдались, и наблюдалось, так сказать, их питание, и выявлялись случаи болезни Альгейнсера, Альцгеймера, деменции, и была установлена четкая взаимосвязь между уровнем фосфатидил-холина и вот частотой деменции в возрасте старшим. Еще одна группа исследований, которым можно безусловно верить, она была проведена в госпитале Фердинанда Видаля. Это под Парижем госпиталь, где находятся длительно пожилые люди. Очень такой фешенебельный, так сказать, это учреждение, где многие богатые французы, так сказать, уходят туда в старшем возрасте, и там прекрасные условия для существования, прекрасное медицинское обслуживание. Они очень хорошо медицинским образом, так сказать, обследуются и контролируются, но они обязательно при поступлении в это учреждение подписывают документ, где они разрешают посмертно очень тщательно исследовать свой мозг и дают обещание, что в течение всей последующей жизни в этом госпитале будет изучаться, анализироваться их рацион. И вот на протяжении уже более чем 30 лет эта работа идет, и исследования, которые были получены под руководством Буре, француза, там группа ученых работает, сопоставляя питание, рацион этих людей, их неврологические, ментальные, прочие особенности с характером повреждения мозга или отложением липидов в мозге постсмертно, установили очень важные взаимоотношения, которым, безусловно, можно доверять. Было выяснено, что нарушение метамолизма омега-3 жирных кислот в любом периоде жизни у этих обследованных ускоряет старение. Старение — это сокращение в мозге арахидоновой, цервоновой кислот, прежде всего в лобной доле, снижение адаптивных возможностей. Таким образом, первые признаки нарушения адаптации уже можно трактовать как какие-то аналоги старения. Поведенческие, сенсорные расстройства, депрессия, слабообие, болезнь Альцгеймера именно были структурными, биохимическими их проявлениями, были изменения в мозге. Нарушение сенсорных рецепторов во внутреннем ухе, то есть снижение активности слуха, снижение активности органа зрения, сенсорных органов старости тоже очень высоко коррелировали с этими субстанциями в мозге. Еще такие важные в пожилом и старическом возрасте, как уменьшение восприятия удовольствия, возрастное ухудшение обоняния, снижение восприятия сладкого и соленого, в том числе, когда пожилым людям требуется больше сахара, тоже связано с нарушением, оказывается, липидов. В то же время Буре, исследуя уровень омега-3 жирных кислот и психические нарушения, в больших группах людей выявили, что имеется взаимосвязь между развитием депрессии, особенно послеродовых, и развитием деменции, болезни Эльцгеймера и употреблением омега-3 жирных кислот и содержанием полинасыщенных жирных кислот в сыворотке крови. Обсуждается возможная роль в патогенезе дизлексии, аутизма и шизофрении, также ПНЖК. Действительно, есть эпидемиологические исследования, которые указывают, что в больших популяциях использование омега-3 жирных кислот в большей или в меньшей мере в пищу, как национальная особенность, связаны с такими проявлениями, как частота проявления послеродовой депрессии. Есть интересное эпидемиологическое наблюдение о том, что при употреблении небольшого количества жира в день в странах, где это, так сказать, принято, чаще встречается рак, онкологические заболевания, рак молочной железы. Как же сформировать, сбалансировать наш рацион в соответствии с современными пониманиями, как это сделать? Нужно представлять себе, что жиры теперь уже пищи делятся на нейтральные фосфолипиды и стерины. И нам нужно таким образом их сбалансировать, чтобы уровень жирных кислот, которые содействуют активности воспалительного процесса, уменьшить. Если говорить о простых липидах, которые составляют 95% всех практически липидов, нужно понимать, что желательно из них использовать жирные кислоты со средней длиной цепи, С8, С14, их лучше усваивает наш организм в пищеварительном тракте, меньше требуется напряжение печени, желчных кислот, они подвергаются прекрасно бета-окислению. Надо сказать, что они выглядят такими изогнутыми в сравнении с полинасыщенными жирными кислотами с большим количеством углеводных молекул. Животные жиры, если они содержат насыщенные жирные кислоты с длиной цепью 20 и более, это вот те самые неблагоприятные для нашего организма жиры. Именно с ними доказательно связана патология сердечно-сосудистой системы ожирения, диабет и так далее. Потребление жирных, насыщенных жирных кислот должно быть не более 10% от калорийного суточного рациона. Мононенасыщенные жирные кислоты, меристолеиновые, полиметаллииновые и олеиновые, они синтезируются из насыщенных жирных кислот, их физиологическая потребность также не должна составлять более 10% от калорийности. Теперь в отношении полинасыщенных жирных кислот линолевой и альфа-линоленовой. Линолевое семейство омега-6, альфа-линоленовое семейство омега-3. Здесь можно видеть, что если у нас в норме должен быть баланс, но омега-6 кислоты линоленовые, она может метаболизироваться в арахидоновую кислоту, которая в дальнейшем дает, если нет препятствия метаболизации, синтез провоспалительных факторов, потому что их очень много. Но если в организме достаточно омега-3 жирных кислот, то на уровне эйкозапантоенового и докозагекстоенового может возникать блок. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вот это соотношение было оптимальным. Также очень важно, чтобы метаболизация шла по оптимальному пути, достаточное количество витаминов. На этом уровне витаминов В6, магний, цинка, здесь С, ниацин, но здесь приведены только некоторые витамины, также сюда нужно еще добавить витамин Д. Физиологические потребности в ПНЖК определены и для детей, и для взрослых на сегодня. И я здесь привела нормы физиологических потребностей, которые даются в наших методических рекомендациях. Вы можете их всегда взять и посмотреть. Поэтому я, так сказать, не буду на них останавливаться. Только обращу в наше внимание, что соотношение, которое нам предлагается сегодня омега-6 к омега-3, составляет 5-10 к одному. Это мнение, так сказать, наших диетологов и нутрициологов, и оно определено в методических рекомендациях. Но в современных, конечно, диетах мы с вами видим, что доля жирового компонента, и особенно за счет насыщенных жирных кислот, высока. На сегодня, вот это данные 2014 года, в Америке 42% в среднем составляет жировой компонент от среднего энергетического потребления рациона. И потребление омега-3 жиров из рыбы резко дефицитно. И вот такой дефицитностью в отношении омега-3 и омега-6, в том числе и жирных кислот, грешат практически все диеты так называемых развитых стран и стран с западным образом жизни. Ну, понятно, что рафинированные жиры, насыщенные жиры, недостаток употребления омега-3 жирных кислот, они и приводят к тому, что вот этот путь идет по, так сказать, в основном воспалительному пути. И что же нужно есть, включать в свою диету для того, чтобы выровнять это соотношение. Ну, американская ассоциация кардиологов, это буквально данные 2014 года тоже, она считает, что не свыше 30% от энергии должно, это максимум, а лучше меньше, определяться за счет жиров в рационе. Я уже сказала, что в США в среднем 42, а Япония, Таиланд, Филиппины 20 всего лишь процентов энергии получает за счет жиров. Нужно сказать, что очень многие нутрициологи, диетологи в мире не соглашаются с тем, что соотношение омега-6 к омега-3 должно быть 5-10 к одному. Считают, что это отношение должно быть 1 к одному для того, чтобы выровнять вот этот возможный сдвиг в сторону провоспалительных омега-6 жирных кислот. Вот здесь показано один, так сказать, из подходов, который сегодня широко обсуждается, так сказать, в Америке, когда предлагается, что полинасыщенные жирные кислоты должны составлять 7% энергетической емкости рациона, причем омега-3 и омега-6 должны быть в соотношении 1 к 1. Мононенасыщенные должны быть порядка 7%. Действительно, если посмотреть в историческом плане на питание человека и на жировую компоненту диеты, то можно видеть, что в последние годы, десятилетия, столетия, наверное, правильно сказать, вот так называемая индустриальная эра изменила то соотношение омега-6 омега-3, которое было на протяжении тысячелетий, когда вот при подсчете, так сказать, этих, этого рациона у людей, которые не употребляли, ну скажем так, не имели западного образа жизни, это соотношение было 1 к 1. Сегодня до 25 к 1 доходит в, так сказать, если считать на западную диету. И причина этого дефицита омега-3 не только в этой западной диете, но и в том, что полинонасыщенные жирные кислоты очень повреждаются в процессе приготовления пищи, они более уязвимы. Чем более сложный жир, тем он быстрее подвергается переокислению, становится гидрогенизированным жиром, особенно под влиянием высокой температуры. И в связи с этим производители фастфуда, производители тех продуктов питания, которые сегодня предлагаются особенно длительного, так сказать, хранения, то они преднамеренно исключают из полуфабикатов полинонасыщенные жирные кислоты, особенно омега-3, для того, чтобы предотвратить такое переокисление. Это тоже очень важный момент в снижении поступления в наш организм этого очень важного продукта. Поэтому нам нужно иметь в виду при формировании рациона, что линолевая кислота омега-6 содержится в масле тыквы, тыквенных семечек, подсолнечника, шафрана, кунжута, грецкого ореха, сои, масла зародыша пшеницы. И если говорить об омега-3 жирных кислотах, то их, так сказать, максимальное количество содержится в семенах льна, в тыкве, но при этом надо понимать, что метаболизация из них всего лишь 30%. Но можно обойти этот путь метаболизации, если употреблять в достаточном количестве холодноводную и плотоядную рыбу. Потому что, опять же, именно плотоядная рыба, которая поедает планктон и другую рыбу, у нее более сложные жиры, выше уровень полинасыщенных жирных кислот. Таким образом, мы можем восполнить свой дефицит в омега-3 жирных кислотах и, соответственно, снизить активность провоспалительных факторов, которые происходят из омега-6 жирных кислот, групп семейства, так скажем. Поэтому сегодня мы должны с вами выбирать те липиды, которые могут составить оптимальный для нас рацион. Иметь также в виду, что для жарки и запекания не следует использовать полинасыщенные жирные жиры. Это многие серьезные источники об этом пишут, я уже немножко об этом сказала. И, как ни странно, для жарки, то есть высокой температурной обработки, следует брать жиры насыщенные, которые, например, кокосовое масло или даже небольшое количество масла сливочного или оливковое масло, чистое, не загрязненное химическими ингредиентами. Потому что они более устойчивы при термической обработке, а, к сожалению, если мы берем очень нежные, высококачественные масла, например, такие, как льняное масло или масло тыквенное холодного отжима, оно быстро переокисляется при температурной обработке. Таким образом, мы должны использовать произведенное холодным отжимом предпочтительно органическое и хроническое охлажденное масло. И считается, что в одной столовой ложке достаточно количества, может быть, полинасыщенных жирных кислот. Смесь растительных масел предпочтительна при этом, причем имеются травы, которые содержат очень богатые именно омега-3 жирными кислотами, они, между прочим, произрастают в том числе и у нас на территории России, как я уже сказала, масло тыквы и льняное масло, наиболее богато омега-3 жирными кислотами. Кроме того, рекомендуется для достижения вот этого идеального, в кавычках я бы сказала, соотношения смешивать семена кунжута подсолнечников тыквы и три меры льняных семян добавлять. Таким образом, можно использовать эту смесь, ее размалывая в кофемолке и добавляя. Можно использовать семена, вот опять же, тех, семена тех растений, которые я уже упомянула, они вот здесь перед вами. И может использоваться комбинированная стратегия, которая будет для нас с вами обычной и, наверное, достаточно привычной, когда мы используем и масло вот из тех растений, которые я упомянула, ну, комбинируя с рыбой и комбинируя с добавками все-таки, потому что не всегда это возможно и удобно сделать, либо для тех, кто может жира рыбьего, обогащенного, либо чистых докозагексоеново-арахидоновый кислот, либо другие варианты омега-3 жирных кислот, которые сегодня достаточно доступны в продаже. Ну, и таким образом, и увеличение в нашей диете, в нашем рационе питания семян орехов и минимизирование жирной жареной еды очень важно. И, наверное, мы делаем для себя тот вывод, глубоко уважаемые коллеги, что важно не только есть определенное количество жира, но и думать о том, какой же жировой компонент в нашем питании присутствует. Спасибо за внимание.